Всем привет! С вами канал ArtMoney. И сегодня у нас видео обзор вот такого кремового зефира. Представляете, зефир кремовый, который можно есть ложечкой. И ложечка даже входит в набор. Есть крышечка, если вы не доели, закрыли ложечку там. И все супер, у вас ничего не сбежит, не разольется. Такой десерт, кстати, можно взять с собой куда-нибудь в парк. Погуляли, проголодались, скушали его. Он недорогой, кстати, около 50 рублей где-то стоит по акции, по-моему, даже. И пошли гулять дальше. Кстати, крышка довольно плотная. Так, вот он написан. Кремовый зефир. Написано, всегда готов. 130 грамм, классический. Есть, кстати, со вкусом клубники. Клубника или банан, вот что-то такое было. По-моему, банан даже. А может и клубника. Вот, честно, не помню, покупала в Ашане. Так, здесь у нас консервантов, глютена. Короче, 0%. Без жира. То есть, прямо для худеющих самое то. Так, образец сервировки. Вот он, пожалуйста, вот этот образец. Видимо, куда его можно положить? Можно просто ложкой съесть, а можно, смотрите, в кофе положить. На торт, на мороженку, просто ложкой съесть. Еще там куда-то вообще прям супер. Так, здесь у нас казахский язык. Да? Если я надеюсь правильно сказал, Казахстан. Так, здесь у нас вот, пожалуйста, русский. И там есть состав. Сейчас покажу. Вот он состав. Читайте. Кому интересно, нажмите стоп. Он маленький состав. Здесь у нас масса жира. Так, что-то у нас, кстати, жир 0. Сахар 3,2. Белок 0,1. Килокалорий 13,5. Это на 100 грамм, наверное, скорее всего. Но это вообще очень-очень мало, кстати. Во время диеты вполне можно его покушать. Крышечка такая хорошая. Давайте его попробуем. Вернее, откроем, попробуем. Что же у нас там такое внутри. Да, и открыть его тоже еще попыхтеть надо. Представьте, вы открываете, и ложечка даже не вываливается. Она, то есть, остается держать. Представляете, вы открываете его в парке, и вдруг у вас ложка улетает на асфальт. То есть, это неудобно. А здесь она, вот она, закреплена. Она держится. Я даже ее вытащить довольно сложновато. И можно так же, вот, закрепить обратно. То есть, ну, крышка прям такая тоже, кстати, плотная, хорошая. Так, ложка. Ложка тоже, кстати, такая довольно плотненькая. Ну, гнется немножко. Но она плотная. Бывает еще мягче, кстати. Ложки. Так, здесь у нас хорошо все закрыто. Так, тут у нас есть хвостик. Открываем. Всем интересно, что же там такое. А давайте так, в комментариях напишите, насколько она жидкая. Держит ли она форму или нет. Это ладно, я уже открыла. Так, нас встречает здесь такая вот интересная масса. В пузырьках. Кстати, такая очень ароматная. По запаху напоминает какой-то... Такой... Что же напоминает-то... Что-то вкусное такое, знакомое. Смотрите, какая она. Такая клевая. Ой, она прям такая воздушная, слушайте. Прям класс. Форму она держит. И мне нравятся вот эти вот пузырьки. Там что-то такое нестандартное, необычное. Она еще не просто так улетит. Если вы, допустим, кушаете в парке при сильном ветре, она у вас не убежит. Не улетит никуда. Если вы сами, конечно, не улетите. То есть, в принципе, вот она сама. Все такая... Прилипает, смотрите. Как здорово. Так, ну ладно. Давайте будем с вами пробовать. Вкусно это или нет. Больше всего меня вот этот вопрос интересует. Пробуем. Она, например, сладкая. Прям чуточку сладкая. Очень вкусная. Во рту... Во рту растворяется не так быстро. Ее можно прямо погонять там. Она даже прилипает. К небу прилипает немножечко такая. Ну да, кажется, как зефир, который хорошенько переживал. Тщательно. Ну нет, хотя... Не знаю, короче, фиг знает. И на зефир вроде она похожа. Но зефир проглатываешь как-то быстро. А она как-то разбегается по всему рту. Здесь я даже смотрю, она немножко... Может быть так жарко у нас, но не настолько. Уже подтаивает как будто. Сверху. Если ее, наверное, перевернуть вот так вот. Мне кажется, она сейчас вот тут начнет тоже подтаивать. Довольно вкусная. Прям нежно-сладкая. Такая ароматная. Такая спокойная. Знаете, у меня иногда, когда я делаю обзор, появляются всякие вот такие вот слова. Нестандартные, которые не подходят к продукту. Но она такая реальная. Так хочется сказать именно этим словом. Она спокойная. Вот. Такая прям вкусная. Но мне немножко, честно говоря, не понравилось то, что она не сразу растворяется. То есть она ставится во рту. Может быть, это, конечно, и хорошо. Можно подольше ее как раз рассасывать, наверное. Кушать, то есть не спеша, наслаждаться. Да, наслаждаться где-то в каком-то парке летом, например. Сидишь, кушаешь. Но, конечно, хочется пить сразу. Сразу ее хочется запить. Потому что обычно, как мы с вами привыкли. Прожевал, проглотил. А тут как бы уже прожеванное, можно сказать, да, перетертое. И как бы хочется проглотить. Но понимаешь то, что ты не можешь. Потому что она такая смесь вязкая. Наверное, вязкая больше. Это слово подойдет. То есть ее нужно запить чем-то. Ну, в принципе, когда вы будете покупать, обязательно. Ну, не знаю. Мне кажется, так и так купите что-то запить такое. Сок там, может быть, или в воду. Кстати, да, вот она начинает подтаивать. Пузырьки эти долго не держатся. И, кстати, вот она так тянется классно. Там где подтаиваю. Ну, блин, на белом это не так заметно. Давайте еще раз попробуем. Второй раз. Ну, да, такая ароматная. Нежно-сладкая. Аромат держится долго. Такая, знаете, удовольствие растягивается надолго. Пока ты ее там кушаешь. Она не спеша. Пытается раствориться. Так не спеша. Как-то так это проходит к вам в горло туда. Такое, знаете, как... Ощущение, как будто, знаете, это какое-то лекарство для горла. Которое не спеша туда сползает. Так сползает. Ну, уже хочется скорее запить. Не знаю, блин, ну... Вкусно, короче. Мне, в принципе, она понравилась. Довольно вкусно. Наверное, в следующий раз я куплю с каким-нибудь вкусом. Или можно сюда, мне кажется, даже самим, наверное, потереть банан. Банан будет более натуральным. Чем там будет просто какая-то химия с бананом. Какой-то усилитель вкуса банана. Наверное, можно сюда, я думаю, какие-нибудь фрукты. Здесь вот как ее использовать в кофе. Ну, может быть, кстати, в кофе она будет вкусно. На мороженое. Не знаю, даже на мороженое. Мне, кстати, она теплая, если что. Если ее положить в холодильник. Не знаю, может, она будет холодная. Но просто какая-то другая. Даже не знаю, честно. Напишу в комментариях, попробую положить в холодильник. Потом напишу, как получилось, вкусно или нет. Вот. Ну, короче, такая вот вкусняшка мы с вами попробовали. Надеюсь, что вам она понравится. Напишите обязательно свои комментарии. Если вы ее уже пробовали, напишите свои отзывы в YouTube на моем канале. Называется Artmania. Если ролик вдруг украл кто-нибудь. Такое бывает в нашем мире. Вот. Также смотрите наши другие ролики, обзоры на другие продукты. Разные. Из фикс-прайса, светофора, победы. Из разных магазинов. Обзоры на технику разнообразную. Эксперименты всякие интересные. И с продуктами тоже. Вот. Также есть влоги, как мы с сыночком живем, путешествуем, отдыхаем, занимаемся. Развиваемся. Моему сыночку три годика уже. У нас интересно. Также на моем канале есть фоны. Фаны, фанов, фани, фуна и так далее. Вот. И с вами был канал Artmania. Всем пока-пока. Подписывайтесь. Да. Подписывайтесь, кстати. Да. Обязательно. Ставьте лайки. И пишите комментарии. И свои отзывы. И всем пока-пока.